С 13 по 26 мая на нескольких улицах Самары отключат горячую воду. Это связано с проведением ремонта второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ и тепловых сетей отопительной котельной. Без воды останутся жилые дома и организации в границах следующих улиц. Проспект Кирова, физкультурные, металистов, 22-го порт съезда, свободы, победы, проспект Металлургов, Каховская, Нагорная, Черемшанская, проспект юных пионеров, заводское шоссе, товарное, юбилейное, теннисное, промышленности. Крылья советов продолжают подготовку к матчу 28-го тура РПЛ против Ахмата. Тренировка длилась около полутора часов и сочетала в себе физическую нагрузку и игровые упражнения. В занятии приняли участие все доступные футболисты, кроме Богдана Овсянникова, Владимира Хубулова, Дмитрия Цыпченко, Романа Ежова и Максима Витюгова, которые восстанавливаются от повреждений, уточнили в пресс-службе. Матч с Ахматом пройдет в Самаре 10 мая и начнется в 17.00. Губернатор Дмитрий Азаров представлял Самарскую область на инаугурации главы государства в Кремле. На церемонии присутствовали также участники специальной военной операции, руководители крупнейших предприятий и общественники региона. Дмитрий Азаров отметил, что в Андреевском зале, куда он был приглашен, у всех было праздничное настроение. По его словам, выверенный по секундам порядок и инаугурации подчеркивал исключительную значимость события. Губернатор добавил, что абсолютное большинство жителей региона поддерживают курс президента. Владимир Путин поручил завершить до конца 30-го года капремонт зданий детсадов и школ, признанных нуждающимися в ремонте. Об этом сообщили на сайте Кремля. Там сообщают, что нужно установить следующие задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Завершение до конца 30-го года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 25-го года. Врачи рассказали, какие продукты не стоит есть в дни магнитных бурь. По словам специалистов, пищу стоит употреблять нежирные продукты, насыщенные витаминами. Например, фрукты, рыбу, нежирное мясо и зелень. Питание в дни магнитных бурь должно быть легким. Рекомендуют исключить фастфуд, жареное, слишком соленое, уменьшить количество быстрых углеводов, это мучное и сладкое. Также врачи советуют исключить из рациона крепкий чай и кофе. Для многих россиян готовить шашлыки в майские праздники стало традицией. Как порадовать себя пикником и не навредить природе, рассказали эксперты. Углекислый газ неизбежно выделится в атмосферу при приготовлении мяса. Чтобы уменьшить количество выбросов, не следует использовать жидкости с резким неприятным запахом. Скорее всего, они содержат отработанные нефтепродукты. Более экологичная альтернатива – подсолнечное масло, рассказали эксперты.